Как размножить хамидарею в домашних условиях? Семена и отростки. Сколько нужно проращивать отростками? Как быстро вырастить растение? Поэтапная схема. И как ухаживать после посадки? Выбирая хамидарею домашним растением, цветовод приобщается к экспериментам на каждом этапе выращивания, от ухода и до размножения. В домашних условиях хамидарею можно размножить семенами или отростками, черенками. Какой же способ лучше выбрать? Выбирая семенной способ размножения, цветовод должен отдавать себе отчет в том, что потребуется время, силы и еще одно растение. Почему? Покупать семена дорого и не всегда доступно. Как вариант, их можно получить от той хамидареи, которая есть, но нужно и мужское, и женское растение, а затем длительный процесс перекрестного поления и чуть меньше года, чтобы выходить семена. Есть время и желание? Тогда приступайте. Обзаведитесь парой растений, художественной кисточкой и продолжайте опылять до созревания семян, а затем храните их недолго до посадки и затем в бой. Мы предлагаем размножить хамидарею отростками или черенками, поэтому в сегодняшней аудио статье поэтапно остановимся именно на этом способе посадки. Сколько нужно прорачивать отростками? Полтора месяца. Как быстро вырастают растения? Новое хамидарею за три года. Что нужно? Черенки, пальмочки, ножницы, древесный уголь, горшок, спирт и ватный диск для обработки. Как размножить хамидары в домашних условиях? Поэтапно. Первое. За два дня до размножения перестать поливать пальму. Второе. Использовать ножницы, обработанные спиртом и просушенные для отделения отростка. Если его не видно, промыть водой корни, чтобы показался росток. Отсоединить, сделав срез как можно ближе к основанию. Присыпать материнское растение и полученный черенок порошком древесного угля. Подготовить субстрат на дренажном слое. Посадить отросток с корешками. Просыпать землю и закрепить сверху. Пролить водой. Дать постоять недолго. И заключительный этап. Накрыть прозрачным пакетом колбой или пластмассовой коробкой, чтобы сделать парничок. Молодой отросток высаживаем в самодельный парник, чтобы как можно быстрее образовались корни. Таким образом мы создаем подходящие условия для размножения. Ускоряем процесс в целом и упрощаем задачу замен длительного выращивания. Состав земли для посадки. Дерн, перлит, перегной. Заменить перлит можно песком. Заранее пропаренным и остуженным. Смешать все ингредиенты в равных пропорциях. Чтобы хамедрея после размножения не загнивала, нужно починную смесь обеззаразить марганцовкой. Смешав 1 грамм на 100 мл воды или 10 грамм на 1-1,5 л теплой воды. Должен получиться слаборозовый раствор. По необходимости добавьте еще воды. Обработка починной смеси перед посадкой. Отростка предупреждает развитие гнили, так как парниковый эффект благоприятная среда для активации спор гников. Как ухаживать после посадки? Температура плюс 30. Снимать и проветривать отросток. Менять пакет, если появился конденсат. Опрыскивать хамедрею поздно адаптации. Поставить на месте с рассеянным освещением. Подливать воду в субстрат по мере просыхания. Помните, терпение и труд все перетрут. А точнее, переждут. Так что не отчаивайтесь, если процесс идет медленно. Главное, что вы на пути. Пишите в комментариях, как прошло размножение хамедреи у вас. И делитесь статьей с друзьями.